Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Праздник приближается. В последнюю неделю перед каникулами Рада не на шутку поредела, как депутаты будут дорабатывать. Пережить Град. Новолуганская приходит в себя после жуткого обстрела, как счастливый случай помог избежать жертв в детском садике. Добро должно быть с кулаками. Трамп представил новую стратегию безопасности США. Кто теперь враг? Адаптация к зиме. Как разгребают Киев и когда рассосутся пробки? Вакансия, которой нет. Верховная Рада на этой неделе обещает взяться за кадровые вопросы и в первую очередь решить, как быть с главой Нацбанка. Гонтарева уже полгода как неудел и депутаты предметно наконец заговорили о том, кому доверить это ведомство. Назначить нового руководителя грозятся еще с сентября. Но вот сегодня любое голосование это проблема. Слишком много свободных мест в зале. Как же работали депутаты? Давайте посмотрим. Последнюю пленарную неделю и с оглядкой на принятый бюджет депутаты подзабыли о дисциплине. В зале пусто через ряд. Но о вежливости в этом зале вспоминают только если это политически целесообразно. А повестка дня ежедневный предмет спора. Вот и сегодня у каждой фракции свои условия. И первым делом настаивают, чтобы Рада взялась за курс и наконец уволила главу Нацбанка. Мы требуем, чтобы в четверг поставили на голосование звольнение Гонтаревой и призначение нового главы Нацбанка. Как минимум будет легитимный, действующий глава Нацбанка Украины, с которого потом можно спросить, что делается в Нацбанке и что делается с курсом нашей национальной валюты. Но в БПП, похоже, знают больше и с уверенностью прогнозируют, что нового главу Нацбанка вот-вот утверждят. Кроме того, часть депутатов настаивает, чтобы на голосование в четверг вынесли закон о делах. Окупация Донбасса пока же его рассмотрение отложили, поскольку документ требует дополнительных консультаций. Закон о признании России агрессором должен быть ухвален в短ий термин. Позиция Народного фронта чутка, послуждая и незминная. Этот закон нужен в Украине. Комитет свою работу сделал. До того времени мы не получили от нижней фракции зауваженность о его сместах или пропозиции что-то регулировать по отношению к той редакции, которая была проголосована комитетом. А причина, почему мы его разговариваем в сессионной зале, мне неведома. Эта политическая декларация, которая не имеет никакого прикладного значения, она погибает условия работы посередине с комиссией между спецпредставником США и представником Российской Федерации. И она полезна для миротворческого процесса, чего хочет весь народ Украины. Поэтому, что это не заявилось, это хороший знак. Это означает, что есть соответствующий сигнал с боку международной общины, чтобы не занимались политиканством, а принимали парламент решения, которые действительно позволят восстановить территориальную целостность страны и прийти к миру. Ну а кроме кадровых вопросов и вопросов нацбезопасности, Раде предлагают и в образовательный процесс вмешаться. Оппозиция настаивает, необходимо прислушаться к выводам Венецианской комиссии и изменить недавно принятый закон. В коалиции же считают, документ нужно оставить в прежнем виде. На основании вывода Венецианской комиссии я внес законопроект, отменяющий ряд положений и корректирующий ряд положений реформы образования. Цель законопроекта – внести изменения в этот закон и сделать ряд его статей более сбалансированными, которые позволят учиться на родном языке, на языке, на котором мама колыбельную пела, и в детском садике, и в школе. Мы построим нормальное мирное общество со свободными людьми, в котором нет дискриминации. Согласно закону, три предмета, два-три предмета могут быть мовою национальной меньшины. Ну, например, это угорская мова. Но не будем, может, мы украинской мовы обучать угорскую мову. Угорская литература, угорская история. Ниде в всеми статтах не написано, что что-то мы забороняем. И измену текста абсолютно не нужно делать. Пока нардепы спорили о том, за что голосовать, в зале еле-еле шел процесс принятия закона. И сегодня Рада в первом чтении приняла закон, который упрощает процедуру получения разрешений на добычу природного газа. Мы споживаем приблизительно 36 миллиардов метров кубичных на год. Мы 20 миллиардов дубмаем властного украинского газа, а 16 миллиардов мы купуем по импорту. Нам нужно, как минимум, до 30 миллиардов метров кубичных газа увеличить. Для этого нужно снять барьеры. Для нас ключевое – это снижение тарифов на житло и коммунальные услуги. Сегодня в структуре тарифов, переважно, это газ импортный. Дорогий импортный газ, за который платят украинцы. Мы хотим, чтобы украинцев не обкрадали. И поэтому мы запропонировали 6% на новые скважины, больше 5 километров глубины. Потому что это ключевая энергетическая безопасность страны. Больше вы добываете властного газа, будем энергонезалежны и снижимаем тарифы на житло и коммунальные услуги. Документ поддержал 231 нардеп. Все из-за низкой явки. Но вот в четверг коалиция обещает, депутатов будет больше. Да и перечень документов к принятию обширнее. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности – телеканал Интер. А вот чтобы осчастливить украинцев, которые потребляют газ, у нардепов голосов не хватило. Обязать поставщиков топливо устанавливать индивидуальные, а не общедомовые счетчики, избранники так и не смогли. В зал внесли два закона проекта. Оба предусматривали, что за три года в квартире каждого украинца будут эти приборы. Но в одном документе прописали, что за установку сначала платит потребитель, а поставщик затем возвращает деньги. А во втором – все затраты сразу переложили на газовые компании. Автор последнего закона проекта, нардеп и лидер соцпартии утверждает, что именно его инициатива защищает интересы украинцев. Важение на вашу родину, которая имеет мизерную пенсию, и фактически человек, который зарабатывает на сдачу квартиры, приводит к тому, что вас остальные с кишень вынимают, и вы платите за это, дядька. Наше заведение заключается в том, чтобы обязать газовые компании установить, как это и предназначено и логикой, и законом, не загальнобудинковые лечильники в супереч божанню людей, а установить такие лечильники безпосередньо в каждой квартире. Продукты в Украине станут еще дороже, если власть не начнет говорить с аграриями. Об этом заявил лидер аграрной партии Виталий Скоцик после форума в украинском доме. Он требует пересмотреть бюджет на следующий год и вернуть фермерам положенные им деньги. По решению нардепов, фирансирование урезали на 10 миллиардов гривен, к тому же намерены отменить возврат НДС экспортерам. Виталий Скоцик утверждает, что это удар по малому и среднему бизнесу, он не исключает волну митингов и протестов уже в ближайшее время. Вчера произошли митинги в трех областях Украины, где аграрии Всеукраинского аграрного форума, в которых сегодня ходят пять ключевых асоциаций, власне, были обязаны выйти на дороги, потому что в очередной раз, третий год поспіль, с принимением бюджета на следующий год, вырешили в аграриях забрати те деньги, которые дают возможность реально им засеваться весной. За разными оценками, это ориентированно 9-12 миллиардов гривен, это очень большие деньги, которые реально в данном случае, в дробном и среднем производнике, не дадут возможности как-то зайти в посевную компанию следующего года. Жителям районов, пострадавших в сентябре от взрывов на военных складах в Винницкой области, до Нового года выплатят компенсацию за строительные материалы, об этом заявил Владимир Гройсман. Премьер сегодня посетил Павловку, в которой взрывами были повреждены полторы тысячи домов. По его словам, правительство в полном объеме профинансировало восстановление инфраструктуры этого района. Работа фактически проводится в связи с восстановлением, в связи с необходимыми работами, для того, чтобы нормальное житие восстановилось в населенных пунктах. Я как обещал, я никогда никого не оставлю на один си с бедой. И в данном случае я обещал, что я не оставлю на один си с бедой людей, которые живут в населенных пунктах. Поэтому фактически работа завершается. И снова Грады. Боевики второй день палят из реактивных систем залпового огня. Сегодня ударили по украинским позициям возле Зайцева. На Светлодарской дуге в ход идут уже практически все виды оружия. Достается и жилым кварталам. Минувшие ночью по селам Гладосово и Травневое враг выпустил две сотни снарядов. Тем временем в Новолуганском люди приходят в себя после обстрела Градами. Вероника Ивановна со слезами на глазах вспоминает, как рядом с ней разорвался вчера снаряд. В пять часов, когда боевики начали артобстрел, люди возвращались с работы и просто падали на землю. А куда бежать? Подвалы там. Да, не успеешь добежать. Мы уже волки стреляны. Пока бежишь, все. Боевики выпустили по селу 40 ракет из Града. Восемь мирных жителей, в том числе шестилетний ребенок, оказались в больницах с ранениями. Более полусотни домов разрушены. Но жертв могло быть и больше. Залава богу, забрали его, Савида. Не слышу? А как? Испугались? Да. Ну, я не думал, уже были. Испугался? Да. А что, почему-то испугался? Ну, когда уже детей собрали, он уже упал. Куда? На садик мой. Там нет крыши. Часов пять, начало шестого. Обычно в это время родители забирали детей из детского садика. Здесь стояла лавочка. На ней малыши обувались. Вчера в это время в крышу детского садика влетела ракета Града. Через стенку уже детские кроватки. Место, где обычно играл пятилетний внук Светланы. А вот здесь стоял столик. Вот он. И за ним он каждый вечер рисует. Около пяти часов, когда это все было. Вчера был праздник. Его вчера раньше мы забрали. Вчера был утренник. Нам волонтеры приезжали с подарками. Воспитатели спасло лишь то, что они раньше ушли из сада на волонтерский концерт. Сегодня они с ужасом находят осколки от ракет там, где еще вчера спали дети. Вот такая штука на подушечке. Еще одна ракета российских наемников попала прямо в школьный двор. От разрыва повылетали все окна. Теперь дети не смогут учиться. У Виктора Николаевича нет сомнений, кто и откуда расстрелял его поселок. Вот воронка. Вот направление, откуда прилетело. Там дубовая роща. А населенный пункт как? Горловка. Впрочем, направление, откуда велся огонь, очевидно, не всем жителям. И те, и те. А свернуть на ДНР. Абсурдность таких предположений элементарно опровергает служивший в армии Виктор. Тут 2 километра. А минимальная дальность, минимальная дальность 6 километров у Города. То есть на 2 километра Города не может вообще стрелять. Ну и уже горловчане звонили и сказали откуда. Подтвердили мои слова. Да и перед обстрелом, рассказывает мужчина, в соцсетях из оккупированной Горловки на Волуганскому отправили сообщение. А интернет в Горловке уже удел. На Волуганке лови. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малерчук. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Мир через силу. Дональд Трамп представил Америке новую стратегию национальной безопасности США. Кого назвали врагами и с кем теперь будут бороться Штаты. Дмитрий Анопченко побывал на представлении исторического документа. Дональд Трамп. Стратегию национальной безопасности ключевые ведомства Америки. Госдеп, Пентагон, Минфин и даже ЦРУ готовили последние полгода по поручению Конгресса. Именно она становится основой для принятия любых стратегических решений. В этом документе при любой администрации традиционно друзей называют друзьями, врагов врагами, чтобы американцы понимали, кого Соединенные Штаты будут поддерживать, а с кем бороться. Но в этот раз от использования слова враг специально воздержались. Северную Корею и Иран в документе назвали странами-изгоями, а Москву и Пекин главными конкурентами. Записали три самых главных вызова для Америки. Усиление влияния России и Китая, действия Ким Чен Ина и международные террористические организации. Причем именно в таком порядке. Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию, ценностям и благосостоянию. Мы попытаемся наладить партнерство и с этими, и с другими странами, но таким способом, чтобы защитить наши национальные интересы. Приоритетов в стратегии Трампа четыре. Защита американцев, повышение их благосостояния, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния. Трамп записал стратегию и все свои предвыборные обещания. Строительство стены на южной границе, конец миграции по цепочке и ужасной визовой лотерее. Отдельный раздел – борьба с кибератаками. А еще в Вашингтоне видят попытки подорвать демократию через СМИ и соцсети. И снова, как и в советские времена, думают о контрпропаганде в ответ на пропаганду. Россия в этом документе упоминается свыше двух десятков раз. Чаще только сами Соединенные Штаты. И формулировки очень жесткие. Вот просто процитирую. Соединенные Штаты и Европа будут вместе работать над сдерживанием агрессии России. Вот еще. Соединенные Штаты обещают укреплять оборону на восточном фланге НАТО и, цитата, «помогать союзникам более эффективно защищаться». И хоть слово «Украина» здесь напрямую не упоминается, намек понятен. Из Вашингтона. Дмитрий Ановченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала «Интер». Апелляционный суд Вены окончательно отказал Испании в выдаче украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает австрийское издание «Кроненцайтунг». Служители Фемиды постановили, что запрос об экстрадиции не отвечает юридическим требованиям. В частности, как заявил журналистом адвокат бизнесмена, запрос испанских властей не соответствует требованиям к таким документам ни по форме, ни по содержанию. Таким образом, апелляционный суд подтвердил решение земельного суда Вены, который еще в августе отказал в выдаче бизнесмена Испании. А на прошлой неделе Верховный суд Австрии также приостановил решение об экстрадиции Фирташа в США по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов. И направил запрос в Люксембургский суд по правам человека. По мнению адвокатов бизнесмена, запросы о его экстрадиции являются политически мотивированными. Уже легче. Киев понемногу справляется с последствиями вчерашнего снегопада. На улицах работает спецтехника, коммунальщики вручную стряхивают снег с деревьев, чтобы ветки не ломались под его тяжестью. А вот на подъездах к городу ситуация пока мало изменилась. Все подробности знает Даниил Снисер. Многокилометровая пробка на житомирской трассе образовалась еще утром. Целый день машины в направлении столицы двигались со скоростью максимум 10 км в час. Некоторые водители просто оставляли свои авто на обочине и шли пешком. Ситуацию осложнила плохо расчищенная дорога и десятки фур, которые ждали разрешения на въезд в Киев. Запрет частично сняли после обеда. Движение крупногабаритному транспорту разрешили по окружной. Еду с чаек уже минут 20, наверное, последние 2 км. Это ужасно, эта трасса, ее за ночь, наверное, можно было почистить. Там фуры стоят, я не знаю, почему их нельзя было остановить на КП. Они перегородили, сейчас едут перегораживать весь город. Ты их и можешь рушить, и ты и едут. В середину Киева не пускаем, пускаем по окружной дороге. В самом Киеве к уборке снега привлекли военных. Сегодня, в отличие от дня вчерашнего, киевляне прислушались к просьбам чиновников и пересели собственных автомобилей на общественный транспорт, чтобы не мешать коммунальщикам. И если дороги более-менее расчистили, то снег с обочин перед остановками никто убрать даже не попытался. Чтобы сесть в маршрутку, пассажирам приходилось прыгать через полутораметровые грязные сугробы. Ну вот как с палкой я могу перейти на и другая, и третья сюда на остановку. Ну хотя бы до остановки, как сюда зайти мне? Вот скажите, пожалуйста. Вылеты из Жулян, где вчера отменили 16 рейсов, осуществляются с задержками в несколько часов. Пассажирам советуют следить за информацией на онлайн-табло и заблаговременно приезжать в аэропорт. Общественный транспорт курсирует, не соблюдая расписание. Значительных осадков в столице до конца недели синоптики уже не прогнозируют. Данил Снисор, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Сила против силовика. Жители Закарпатья избили полицейского и выложили видео в интернет. В чем причина конфликта? Село без кассы. В Одесской области люди протестуют против закрытия единственного банковского отделения. Что предлагают взамен? Опасная профессия. Кто отправляет письма с угрозами британским депутатам? В Закарпатье избили полицейского. Местный житель пожаловался патрульным, что у него украли сумку с продуктами. Когда же правоохранители попытались разобраться, на одного из них напали. Чем закончился инцидент и почему он, собственно, возник, разбиралась Марина Коваль. Видеоизбиение полицейского сняли на мобильный телефон и выложили в интернет. На кадрах видно, как несколько мужчин окружили патрульного. Один из нападавших в камуфляжных штанах прыгает на правоохранителя и бьет по голове. Драка произошла в центре поселка Великий Березный, возле магазинов. Полиции говорят, вчера в местное управление обратился житель с жалобой на то, что группа молодых людей украла у него сумку с продуктами. Альона Сурмай в числе тех, кого обвинили в воровстве, уверяет, ничего ни у кого не крали, продукты сами купили в магазине. Деда закликал в милицию. И милиция начала там всякое говорить. Милиция, когда меня взял штукнула, что вы можете сделать, и той маленький человек, то мы. Что вы можете сделать? И налетели. Пистолет я так взял, я так встала, скажу, стреляй. Хлопцы, которые меня запишут. Люди, избившие полицейского, подались в бега. Мать одного из них говорит, полицейские пытались силой выбить информацию, где ее сын. Меня вверли в машину, повели на милицию, подирайте, как меня копали. А я при чем? Я не знаю, он в шоке будет. В магазине, возле которого произошел инцидент, от комментариев вообще отказываются. У нас тут свидетельные, почему? У нас тут люди заняты работой. По факту нанесения телесных повреждений полицейскому при исполнении открыли уголовное производство. Виновникам, если их все-таки найдут, грозит до пяти лет тюрьмы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Андрей Полтовец просит об амнистии. Это водитель из Харькова, который в 2008 году сбил насмерть шесть человек. Выдясь тюрьмы, он снова попался на пьяном вождении. Сегодня последний день перед приговором. За процессом следит Светлана Шекера. Пьяного водителя патрульные остановили в августе. Это был Андрей Полтовец, который 9 лет назад на своем внедорожнике сбил насмерть шесть человек на трамвайной остановке. Тогда он тоже был пьян. Отсидев семь с половиной лет из десяти, он вышел на свободу условно досрочно. И не имел права садиться за руль. А ваша водительская? Нет. Вообще нет? Нет. Сегодня прокурор просит для Полтовца два года и семь месяцев тюрьмы. Это неотбытый условный срок плюс наказание за новое правонарушение. Я считаю, что необходимо вкатрить внимание суду на неважливое отношение обвинуваченного не только до покарания за предыдущим выроком и закону, а и до людского життя, что находится свое подтверждение в самом факте керевания подозреванным в состоянии алкогольного спианина. Полтовец с прокурором не спорит. Вину признает. Объясняет, за руль сел случайно. Ремонтировал машину и решил прокатиться. И не отрицает, что пытался подкупить полицейских. Предложил этот вопрос решить. Если они отказались, соответственно, никакие суммы не предлагал, ни деньги, ничего не настаивал, ничего. Полтовец раскаялся и потому может быть амнистирован, считает его защитник. Злочин, которому звинувачивают Полтовца, є злочином невеликой тяжкости. Прошу суд застосовувати до Полтовца Андрея Павловича закону Украины про амнистию, звільнивши его и покарания. Прокуратура считает, что в данном случае закон про амнистию не может быть использован. Статья 9 закону про амнистию говорит нам о том, что амнистия не используется для людей, которые совершили аналогичный злочин и не отрицали за него покарания. Останется ли Андрей Полтовец на свободе, станет известно завтра. В полдень судья огласит приговор. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. С новым прайсом во Львове подорожал проезд в маршрутках. Одна поездка теперь стоит 5 гривен. Что об этом думают горожане и перевозчики, спросила Галина Якушко. Преподаватель Айкидо Максим пользуется общественным транспортом несколько раз в день. Каждый день на проезд тратит около 20 гривен. Говорит, готов платить больше, но при условии, что качество услуг улучшится. У перевозчиков свои аргументы до сих пор проезд маршрутки стоил 4 гривны. 65% доходов уходило на бензин. Экономика транспорта каже про то, что складово-пального в собевартости перевезень не может перевищивать 30%. Чтобы не работать в убыток, билет должен стоить не менее 9 гривен, считает директор автотранспортного предприятия. Только в этом случае можно говорить об улучшении обслуживания пассажиров. Есть еще один момент. Если городские власти устанавливают тариф 5 гривен, то разницу должны возвращать перевозчикам из местного бюджета. Если мы сегодня едем по 5 гривен, минус 5 гривен, то место за каждого пассажира должно было бы предприятие повернуть 3 гривни 66 копеек. Оправдано ли повышение стоимости проезда, подсчитать невозможно. В Львове нет учета пассажиров. Их реального количества никто точно не знает. Городские чиновники по дорожанию проезда оправдывают. Мол, цены в стране значительно выросли. Предложение перевозчиков компенсировать расходы в мэрии только разводят руками. Дескать, не можете работать по тарифу 5 гривен, уходите из транспортного бизнеса. Клина и Кошка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер, Львов. Закрыть нельзя оставить. Ощадбанк повсеместно сворачивает свое отделение в селах. В Одесской области это стало причиной реального конфликта с жителями. Чего боятся люди и готов ли банк пойти на уступки, выяснял Андрей Анастасов. Коноплянская объединенная громада. Это 15 сел и 5000 человек. Разбитые дороги, безработица. Все традиционно для глубинки. Более-менее жизнь теплится в Конопляном. Особенно возле отделения Ощадбанка. Где люди снимают с карточек пенсии, зарплаты, оплачивают коммунальные услуги. Но уже в следующем месяце это отделение закроют. Мало того, что у нас возможности нет платить. У нас пенсии у всех маленькие. Но мы хотим уплатить им и невозможно. Я против, чтобы кто закрыл кассу. Касса будет тут. Люди возмущаются. Если отделение закроют, им придется ездить в райцентр Ивановку за 9 километров. Особенно негодуют жители сел, куда не то что маршрутки. Даже аварийные службы с трудом добираются. Но это мы еще тут. А смотрите еще туда. Километров 10, 15, а то и 20. Куда людям ехать? Гололед. Сейчас зима начинается. В Ощадбанке объясняют, у них нет выбора. Отделения убыточны. В качестве альтернативы предлагают людям пользоваться интернет-банкингом. И обещают установить в местном почтовом отделении терминал. Проводится работа по установке терминалов, где бабушки, пенсионеры, наши клиенты смогут снимать денежные средства с этих терминалов. Мы не оставляем наших клиентов без банковского обслуживания. В сельсовете сомневаются, что пожилые люди смогут освоить терминал и просят пересмотреть свои планы. Может быть стоит подумать над тем, чтобы государство сделало какую-то программу для сельской местности. Но нельзя заниматься одной урбанизацией. Что будет дальше еще не ясно. Кстати, в той же Одесской области, но уже в другом Кодымском районе, сельское отделение Ощадбанка тоже пытались закрыть. Но затем, после протестов, эти планы отложили на два месяца. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности. Телеканал Интер. Массовые протесты в Брюсселе. Бельгийские профсоюзы вывели на улицы тысячи людей, чтобы остановить пенсионную реформу, которую только планирует правительство. Чем конкретно недовольны? Разбиралась Елена Абрамович. Пенсия как лотерея. Непонятно, сколько получишь, пока не отработаешь. Это главная жалоба тех, кто вышел на демонстрацию. Идея правительства ввести так называемую систему баллов, когда размер пенсии зависит от сложности и условий труда, бельгийцам не понравилась. В профсоюзах подсчитали, это может уменьшить размер пенсии на 250-300 евро. Хватит уже и повышения пенсионного возраста на два года. До 67 сетуют люди. Как это? Не знать размера пенсии до окончания карьеры? Достойная пенсия должна учитывать карьерный рост, взлеты и падения в личной жизни, периоды безработицы в стране. Человек должен быть защищенным. Реформу бельгийские власти планируют провести к 2025 году. И не такая уж она ущербная, как ее рисуют профсоюзы, утверждает премьер-министр Бельгии Чарль Мишель. Некоторые профсоюзы и оппозиционные политические партии пытаются сеять страх и распространять ложь. Нам нужно бороться с этим, и правительство предпримет дополнительные усилия, чтобы объяснить свои решения народу, устранить обеспокоенность. Волна возмущения возникла еще до того, как был обнародован финальный текст закона. Его должны представить в ближайшие дни, и тогда станет ясно, как именно будет работать система баллов, заверили бельгийские власти. В профсоюзах же заметили, без консультации с ними ничего не пропустят и будут выводить людей на улицы. Сегодня на демонстрации собралось около 25 тысяч человек. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Время страха расстрелять, повесить, взорвать. Британские депутаты в последнее время получают сотни угроз в день. Что вызвало эту волну ненависти, разбиралась Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Это началось неделю назад, после очередного голосования по Брекситу, когда 11 депутатов-консерваторов осмелились выступить против партийной линии. Все они заядлые противники выхода из ЕС. И именно из-за своих взглядов начали получать письма с угрозами. Их называют предателями, изменщиками и бунтарями. Пугают нападениями в темных переулках и смертью. Парламентариям пришлось обратиться в полицию. Мне в офис присылали фейковые бомбы, угрозы повесить меня, расстрелять всех предателей. И мой случай не единственный. Это происходит со многими. Я уже сыт по горло этим насилием. Нужно что-то делать. Запугивание письма ненависти для депутатов не в новинку. Обычно недоброжелатели активизируются во время выборов, референдумов и важных политических событий. Выход из Евросоюза особо чувствительная тема. И, соответственно, привлекает общественное внимание. Мы имеем дело с очень важными вопросами для будущего нашей страны. И это естественно, что они вызывают ожесточенные дебаты. В этом и заключается суть демократии. Но здесь никогда не должно быть места угрозам и запугиваниям, которые мы видим в последние дни. Наша политика должна быть выше этого. Как вы голосуете, это ваше дело. И вы обязаны голосовать так, как считаете нужным. И как члены парламента вы не предатели, не бунтари, не оппозиционеры, не враги народа. Сами депутаты в разжигании ненависти обвиняют прессу с ее громкими заголовками. К примеру, Телеграф назвал статью «Мятежники Брекситом», сопроводив ее фотографиями. В Daily Mail статью о голосовании по выходу из ЕС озаглавили «Горды собой». В ней тоже перечислили депутатов, голосовавших против планов правительства. Но в обеих газетах не считают, что сделали что-то не так. И ссылаются на свободу слова. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Вернуть мототрек. Спортсмены сегодня пришли к генпрокуратуре. Активисты утверждают, что у них отбирают единственную действующую трассу для тренировок. Речь идет о спортивном комплексе в Гуче, который уже 20 лет принадлежит Федерации мотоциклетного спорта. По словам протестующих, решить конфликт с прокуратурой области может только генеральный прокурор. Они подготовили обращение к Юрию Луценко с просьбой вмешаться в эту ситуацию. В месяц идут судовые тяжбы с подания областного прокурора Киевской области пана Чибисова с метою отжима этой земельной диланки. Каждый год проводятся официальные соревнования, чемпионаты Украины, Кубки Украины. Я за сегодняшний год пережил порядка 18-20 проверок разных инстанций. Не выявили никаких порушений. Приняли декларацию, открытый лист звернания до генерального прокурора Украины с проханием втрутиться в ситуацию, дать правовую оценку действиям областного прокурора пана Чибисова, который даже не удосужился принять нас на особенном приеме. Святой Николай добрался до передовой. В поселке под Мариуполем приехали волонтеры, представители греческой общины. Они привозят сюда подарки каждый год для детей, которые вечером прячутся в подвалах от вражеских обстрелов, а утром снова идут в школу. Сколько могут 4 года эти наши детки, наши люди находиться под постоянным обстрелом? Мы ложимся спать, начинается автоматный, потом пулеметный, потом тяжело оттереть. И мы всю ночь так спим под всякой бомбежкой. Где упадет снаряд? Упадет снаряд в огороде или там около... уже никто не прячется. Так говорят местные жители, преподаватели школ на линии фронта под Мариуполем. Уже 3 года в поселке, населенное в основном украинскими греками, привозят подарки к праздникам. Эти малыши прекрасно знают язык Эллады. А кто пузырь Невера? Ахиус Николаус? Охим! Ахиус Василис? Охим! Но день сегодня особенный, поэтому все ждут чудес. И может быть и в этом плане совершится чудо, и не будет войны, остановят как-то войну эту. Мы будем продолжать помнить про вас, помогать вам подарки дарить. В этот раз, к Дню Святого Николая, мы тоже попытались как-то скрасить вашу жизнь здесь, немножко посластить ее. Ассоциация греческих предпринимателей, которая базируется в Одессе, и фонд Пантелеймона Бумбуроса, финансирует не только покупку сладостей. Идет восстановление инфраструктуры при Азовье. Там живут и много греки, но мы не решуем только для грецких диаспоров. И когда я там слышу, когда они поют грецкий или украинский гимн, я сошел с ума, понимаете, готов для всего. Хочу дать радость для детей, что жизнь продолжается. Вчера была Маринка, сегодня Гранитная и Чермалык, потом Старогнатовка. Все пункты ежедневно по сводкам штаба АТО под огнем оккупантов. Регион находится в военном положении, потому что здесь живут очень много греков коренных. Летом многие из этих детей отдыхали на острове Лимон, Северец, за счет фонда Бумбуроса. Сейчас, на день святого Николая, накануне праздников, мы привезли подарки всем этим детям. Под Мариуполем 20 населенных пунктов, где проживают этнические греки. Греческие волонтеры помогают всем. Геннадий Вивденко, Руслан Смещук, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В следующем году в институте сердца детям сделают на 30 бесплатных операций больше. Такими новостями сегодня порадовал врачей и пациентов. Нардеп Новинский, его фонд пожертвовал больницей 3 миллиона гривен. По словам врачей, это поможет спасти жизнь как минимум 100 детей. На самом деле, социальная проблема огромная. В год рождается около 4 тысяч детей с пороками сердца по всей Украине. И мы оперируем более 700 маленьких пациентов с рожденными пороками. Эти дети нуждаются в операциях в самом раннем возрасте. Через наш фонд будем помогать Борису Михайловичу делать операции деткам, которые в этом нуждаются. С рожденными пороками сердца. То есть фактически спасать детей. И мы договорились в этом году, как засиделся Борис Михайлович, он сделал огромное количество операций. И 20 из них профинансировали мы. Объединиться ради достижения мира в Украине в День Святого Николая призвали участники круглого стола, который собрала организация «Мир и единство». Они провели встречу в историко-культурном заповеднике «София Киевская». Цель – создание межконфессиональной платформы ради прекращения боевых действий на востоке Украины. Сегодня предложили создать рабочую группу, чтобы обсудить основные положения меморандума. Мы верим, что убивать – это грех. То, что мы сегодня хотим мира, мы тоже все это понимаем. Вот только через наших духовных лидеров мы можем что-то сделать. И мы всех приглашаем и будем приглашать садиться за круглый стол. Почему американские морпехи тренируются голыми на морозе? Запретят ли финским депутатам корпоративы? И о чем говорит кукла Трампа? Обо всем этом прямо сейчас. Южнокорейские и американские морпехи провели совместное учение недалеко от границы с КНДР. При минусовой температуре голые по пояс военные практиковались в рукопашном бое, бегали на лыжах и проводили стрельбы. Отрабатывали действия на случай нападения северокорейцев во время зимней Олимпиады. В маневрах участвовали более 400 морпехов. Игры в Пхенчхане состоятся в феврале. Новогодние корпоративы для депутатов намерены отменить в Финляндии. Глава парламента страны Мария Лохела предложила запретить народным избранникам участвовать в рождественских вечеринках. Причина дебоши, устраиваемые политиками на подобных мероприятиях. Лохела намекнула, что одна из фракций парламента недавно покуролесила на славу и об этом узнала общественность. Такое поведение не соответствует почетной должности, отметила председатель парламента. Датские хористы настолько суровы, что могут петь даже после того, как съели очень острый перец. Скандинавский музыкант и комик Клаус Пильгор проверил это. Попросил испытуемых на камеру съесть чили. Оператор снимал крупные планы. Очевидно, ребятам было непросто, но с поставленной задачей справились. Спели и почти не сфальшивили. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова